Я сегодня с утра просматривал средства масс информации международной, ну в частности настоящее время смотрел и с удивлением обнаружил вот массовое такое заблуждение. Это так бывает, когда люди хотят увидеть то, что у них в голове заложено, то есть они хотят увидеть хорошее, хотят обманываться и так далее, а потом наступает прозрение, к сожалению, за это приходится платить. Я перед собой разложил листы бумаги, в связи с тем, что тема очень большая, я буду последовательно, скажем, по пунктам идти и заглядывать на свои листы, обычно я так не делаю. Итак, почему нам важно разложить, разобраться с тем, что произошло в России? Важно это потому, что Путин воюет с Украиной, мы все понимаем, что победа Украины, она серьезно повлияет на наши возможности по свержению режима в Казахстане. Мы все это прекрасно понимаем. И когда Путин ослабнет или его режим падет, мы все прекрасно понимаем, что у нас возникают новые возможности. Тогда у Путина не будет возможности помогать Токаеву и, соответственно, мы справимся с ним. Мы бы и в прошлом году этот режим свалили бы, если бы не вмешивался Путин. Поэтому ситуацию с Пригожиным нам надо разобрать, я считаю, уважаемые друзья. Так получилось, что я в субботу вечером, это в субботу вечером, по-моему, началось событие, связанное с Пригожиным, мне мои подписчики писали, просили, откомментировали. Я им говорю простые слова. Это разводка. Известные журналисты Казахстана мне тоже писали, я им всем писал разводка. Более того, я отправил им сообщение, это израильские разведчики, они говорят, такого рода мы операции делали в Израиле, когда мы воевали или воюем там с соседними странами. Поэтому не поддавайтесь на провокации. Почему я считал, что это провокации? Давайте мы просто разберем ситуацию. На примере Казахстана, в диктаторской стране один человек рулит страной. Все остальные помощники это винтики, они исполняют волю этого человека. Это аксиома, это считайте, что как незыблемый закон. И когда кто-то говорит, что Пригожин вышел из-под контроля, это противоречит вот этой аксиоме закону. Да, бывают ситуации, когда кто-то занимает другую позицию и активно начинает бороться. Но я хотел бы вам напомнить, что Пригожин, личный повар был у Путина. Он его кошелек. И сказать следующее. Армия Пригожина, частная военная компания, она финансируется именно Путиным. Ну, представьте себе, что эта организация по всей России имеет здание, открыто нанимает людей по контракту, откуда у Пригожина миллиарды долларов. Их у него нет. Да, у него есть сотни миллионов долларов, но нет миллиардов. Это его личные деньги, он не будет тратить деньги, раздавать. Вот представьте себе, что, ну, все финансируется Путиным. Уголовников с тюрем по указу Путина отпускают, больше никто это не может сделать. Отпускают, чтобы они воевали в армии Пригожина. На участки войны с Украиной им конкретные участки выделяет именно Министерство обороны и Путин. То есть он сам не может за свои банды прийти и выбрать какой-то участок и воевать. Идет полная координация с Министерством обороны. Ему поставляют самолеты, танки, финансируют людей, амуницию и так далее, автоматы и так далее. Ну, Пригожин не производит танки, самолеты, оружие. Тысячи, десятки тысяч людей, которые вступают в эту армию, они получают миллиарды в год в долларах. Миллиарды. И поэтому, когда вы говорите, что Пригожин может сделать то, третье, пятое, десятое, вы не забывайте, что этот человек является помощником Путина, он винтик этой системы, задачи которой атаковать Украину и убивать людей. Именно люди Пригожина пытали пленных, убивали своих же людей, били кувалды по голове, их разбивали. Это бандитское формирование, финансируемое Путиным. Как только Путин закрывает канал финансирования, прекращает им давать оружие, эта армия распадается, превращается в сброд, или на самом деле они просто приходят и убивают Пригожина. Видите, как все очень просто. Нужно просто знать, как устроена эта система. Поэтому вы, наверное, должны были сразу понять, и, собственно, как и я, что никакого бунта не может быть. Бунт бывает у людей другого класса, которые не делят, скажем, какие-то доходы с Путиным, не являются близкими людьми. Ну, давайте вернемся в Казахстан. Вот я тот самый пример, который не делил с Назарбаевым ни деньги, никогда ничего. Никаких подарков от него не получал, ничего не приватизировал по его помощи, абсолютно ничего. Более того, он только мне мешал. Мешал, вредил, его родственник Рахат Алиев отбирал у меня бизнес по команде Нурсултана Назарбаева. Его родственники постоянно мне мешали, отбирали и так далее. Все, что я сделал, вопреки. Сидел в тюрьмах, преследуюсь и так далее, конфискован мой бизнес. Вот что делает диктаторский режим с теми, кто против. А я вам приведу пример Алтенбека Сарсимбаева, который был министром, в этой системе был, когда он, кстати говоря, был близким, достаточно близким помощником Нурсултана Назарбаева, возглавлял штабы его предвыборные. Но как только он вышел на публичную сферу и заявил о своей позиции против Назарбаева, он был убит. Убит же был также Замабек Нуркадилов, Галмжан Жекянов был лакимом области Паладарской, был арестован, посажен в тюрьму. Я на этих примерах показываю, как расправляется режим, когда народ молчит. И когда эти люди не получают массовую поддержку, режим уничтожает таких людей. Теперь вернемся к России. Ну, то же самое и в России произошло. Кто поднимает голову, они или убиты, или сажаются в тюрьмы. Вот представляете, что вспомните, как убит был Немцов около Кремля, где работали камеры, демонстративно был расстрелян. Ну, или возьмем Навального, которого тоже пытались отравить, и он сейчас сидит в тюрьме. Или правозащитник Карамурза, которому дали 25 лет за правозащитную деятельность. То есть, в условиях военного времени Путин беспощаден. И чтобы его ближайший помощник поднял голову, и он с ним не расправился, друзья, это нереально. Просто нереально. Мне говорят, что вот у него там 25 тысяч солдат был и так далее. Перекрыл финансирование, все закрыл, пустил самолеты, у него их тысячи. Они их, даже не долетая на 100-200 километров, дистанционно всю эту колонну разнесли бы.